Добрый день! Хочу поделиться с вами новым мостом, который появится в ближайшее время в FL-PROC. А для начала немножко истории. Как известно, мост Матбас-TCP в Матбас-Рту или Матбас-Рту поверх TCP в Матбас-Рту был ранее представлен одного типа моста. То есть мост представлял из себя сервер, который управлялся каким-либо клиентом и затем данные через Матбас-Рту по УАРТу передавал в контрольную. Но это, как оказалось, недостаточно, потому что необходимо иногда соединять между собой по Матбасу ESP-шки или одну ESP с другим сервером. И тогда мост должен работать, уметь, как TCP-клиент. Ну, что в старом мосту действующем нету. Потом попросил Сергея сделать такую возможность. И вот Сергей, находясь на вахте, прислал мне пробную прошибку для тестирования подробного, потому что там нет у него условий. Поэтому сейчас занимаюсь тестированием нового моста и хотел бы вкратце поделиться, что этот мост, какие возможности у него появились. Ну, во-первых, как и раньше, можно выбирать РТУ поверх TCP или просто TCP, Матбас-ТСП. Но вот появился, смотрите, тип моста со стороны Wi-Fi. Если мы нажмем, у нас выбран, сейчас я выбрал универсальный. А так можно будет задавать сервер, это как было раньше, отдельно клиента и отдельно можно сделать его универсальным. То есть универсальный дает возможность переключать из режима сервер в режим клиента. Это может быть веб-интерфейс или через входа, через пины ESP-шки, это уже не важно. Здесь мы задаем, естественно, IP-адрес сервера, порт, если это все необходимо для тестирования. Но сейчас сделано так, что здесь я тестирую вместе, с помощью, вернее, веб-интерфейса ESP-UI и тем самым в нем задаю те или иные параметры. Что здесь еще появилось интересного? Теперь не нужно делать какие-то самодельные блоки поиски. Вот специальных возможностей если мы сейчас откроем и посмотрим. Теперь появились блоки, которыми можно управлять. То есть не здесь прописывать в дереве их и выбирать какую-то коммуникацию, какой-то режим работы, а именно прямо в блоке. Вот режим моста, вот bridge mode, где можно его нерго-независимым сделать и менять режим работы. клиент, сервер. Затем появился, можно задавать IP-адрес. Вот я его здесь задаю ниже. IP-адрес. Вот. Задаю порт. Save порт. Вот он блок. Так, а где у нас IP? Сейчас посмотрим. А, задаю скоростью арта. Вот здесь можно, видите, появляется возможность. И сейчас, секундочку, если я что-то не пропустил где-то. А, вот, наверное. Вот, сервер и задаю IP-сервером. То есть, тем сервером, который будет работать клиент. То есть, сейчас меня интересуют, прежде всего, новые возможности, то есть, работы моста в качестве по протоколу TCP-клиент. Не как ранее TCP-сервер, а TCP-клиент. Ну, естественно, его можно менять. Давайте посмотрим, как выглядит веб-страничка данного данного сообщения. Ой, данного, вернее, настройки данного режима работы модуля. Итак, сейчас мы заходим. Ну, сейчас у меня уже подключено модуль к сети, поэтому мы сейчас заходим прямо в сеть локальную и смотрим на страничку, на веб-страничку настроек данного сервера. Ну, пока я выкладывать скетч не буду, потому что в обновлении нет. Вот здесь задается имя сети, пароль сети. Ну, я его задал, подключился, но оно здесь не отображается. Вот здесь мы задаем IP-сервер, к которому мы хотим подключиться. Вот здесь у нас отображается IP-мост, то есть, когда мост подключился к роутеру, видно, какой у него IP. Имеется переключатель, TCP-сервер, TCP-клиент. Имеется порт, который мы тоже можем задавать, и скорость у арта, в данном случае это пятая скорость 9600. Вот такой примерно это будет интерфейс. интерфейс. Но еще раз, этот интерфейс можете использовать штатный веб-менеджер, там любые интерфейсы, веб-интерфейсы, это уже дело каждого. Это просто не для удобства отладки я использовал этот интерфейс. Вот. И в качестве сервера я использовал для тестирования каскаду. Каскада имеет встроенный веб-сервер, о, не веб-сервер, извиняюсь, матбас-сервер, матбас-РТУ, поэтому мы используем протокол, сейчас вернусь я к проекту, поэтому мы используем матбас-РТУ по верте, CP, потому что мы работаем, может быть, вторую ИСП, но для визуализации лучше использовать значит сейчас PR200 выступает или любой контроллер выступает в качестве клиента, мастера точнее, затем стоит вот желтенькая платочка, это плата Wi-Fi и PR как мастер по матбас-РТУ по верте, CP передает значение, записывает в каскаду, каскада выступает в роли сервера. Значит я посмотрел UAP в роутере и известно, что сервер матбас-сервер каскады имеет порт 1502, то есть это все задал в настройках, и вот теперь мы видим мастер суммирует, генерит, ну суммирует, поеднички добавляет числа, записывает их в системный регистр каскады, и мы их видим отображение этих значений, мы видим, что они одинаковые меняются. если я сейчас попытаюсь нажать кнопочку, мы видим, что загорается лампочка, вот светодиод зеленый на PR200, то есть PR200 считает, постоянно опрашивает этот бит, то есть задача PR-ки, ну давайте я вам покажу проект простейший, как там это сделано, хотя это чисто не имеет большого никакого значения, сейчас, секундочку, вот имеется генератор, счетчик, счетчик выводится, как мастер пишется на сервер, передает данные в каскаду, и вот исчитывает кнопку, при принятии кнопки значений в единичку зажигается зеленый светодиодик, вот собственно говоря и весь проект, ну это мне достаточно для тестирования, то есть я сейчас передаю биты, числа интеджер, главное отработал все коммуникации, проверил, что действительно, но есть небольшие особенности связанные, ну сработается прежде всего пр200, то есть когда режим пр200 работает режим мастера, здесь нужно обратить внимание последовательность передачи байт по матбасу, я потерял много времени, потому что там традиционно стоит передача старшим байтом, а в фл проге там другая последовательность, там а, б, ц, д, то есть 1, 2, 3, 4, и вот здесь у меня связь устанавливалась, а данные никак не мог передать, потом вспомнил, что здесь последовательность передачи не такая в пр200, изменил в настройках и теперь все прекрасно отображается и передается. Вот такие вот возможности новые появятся в фл прог в очередных версиях, здесь уже Сергей будет, автор будет решать, когда это выкладывать и когда это появится возможность, но чтобы вы знали о перспективе, что теперь мост стал полноценным, работает как в режиме TCP сервера, так и в режиме TCP клиента, используют протокол TCP сервера и TCP клиент в работе и параметры моста, такие как скорость, IP адрес сервера, порт, все это можно менять с помощью встроенных инструментов в фл проге, такие как блоки, задаем сервер IP, дальше у нас еще раз повторюсь, вот здесь их видно, режим моста, IP адрес сервера, порт сервера, и задание скорости порта, все это можно делать внешними инструментами, вот такой вот новый мост появится в ближайшее время, сейчас я занимаюсь тестированием тестированием плотно пару дней, и опишусь автору о результатах тестирования, в дальнейшем эта возможность появится у всех пользователей фл прог, всего самого наилучшего, следите за новостями, развитие фл прог не стоит на месте, всего вам доброго и наилучшего.